Дорогие друзья, рада приветствовать вас в моем инстаграм в прямом эфире, который я анонсировала вчера, героиня сегодняшнего моего прямого эфира, самый креативный и симпатичный адвокат нашей страны. Пока она к нам присоединяется, мне хотелось бы немножко о ней рассказать. Она основатель международной юридической компании Legal World, советник-эксперта антикоррупционного комитета при президенте Российской Федерации, бизнес-тренер, также Ирине принадлежит футбольный клуб Stimul. И тема сегодняшнего нашего эфира – успех в новых реалиях, в реалиях современности и правильная мотивация. Я буду рада приветствовать всех, кто к нам сегодня присоединится. У меня всегда интересные собеседники. Ирина. Здравствуйте, Оксана. Я вас так рада видеть. Это просто мечтало. Ирина, здорово, я тоже очень рада. Я действительно посмотрела, познакомилась с вашей деятельностью, с вашим аккаунтом. И, конечно, список ваших заслуг и тем, чем вы занимаетесь, действительно заслуживает большого уважения и очень внушительный, впечатляющий. Я очень рада, Ирина, что вы нашли время, что мы с вами пообщаемся вместе с нашими друзьями, кто сейчас смотрит наш эфир. И, конечно, вы очень красивый адвокат. Спасибо большое. Ну, мне до вас далеко, слушайте. Вот прямо. И действительно, у меня первый вопрос я хочу задать из этой области. Хочу начать с красоты. Вы действительно интересная, красивая женщина, тем более адвокат. И вообще, это такая большая редкость. Прекрасное сочетание ума и внешности. Почему вы решили принять участие в конкурсе красоты? Я знаю, что вы отправили заявку. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано? Понятно, все данные есть, но просто как-то две разные области. Да, на самом деле, да. Ну, для меня это конкурсы красоты, это вот что-то такое вообще не мое. Потому что вот в суд сходить 10 дел, выиграть, это да. А конкурс там красоты и чего-то. Я половина не знаю, как кисточки называются, которыми красятся. Да, то есть я говорю, когда мне организаторы позвонили и говорят, вот мы посмотрели ваш аккаунт, мы хотим, чтобы вы приняли участие. Я говорю, чего? Я говорю, я не буду в купальнике ходить по подиуму. Они говорят, да не надо никуда ходить. Типа у нас просто онлайн это будет. Я говорю, слушайте, ну вот, ну как бы где я и где конкурс красоты? Я говорю, я юрист-авокат. Они мне говорят, вы знаете, Оксана Федорова, которая является юристом. И она стала мисс Вселенной. Я такая думаю, блин, аргумент. Вот. И, соответственно, думаю, надо попробовать. Тем более я в Инстаграме провела опрос. Я думала, сейчас все мои коллеги меня поддержат. Скажут, Ир, ну ты что? Ну куда ты вообще лезешь? У тебя и так там куча дел. Ты еще сюда зарешила. Как назло. Они все единогласно проголосовали за. Поддержали эту идею, да? Да, они поддержали эту идею. Я такая думаю, блин, что же делать-то? Как же отсюда как-то съехать-то с этого конкурса? Но там организатор Маша, она такая говорит, нет, пошли. Говорит, ну надо действительно показывать, что меня подкупило. Она говорит, слушай, ну надо действительно показывать о том и менять шаблоны и эталоны красоты. О том, что красота это не только там сиськи. Дуешь, я извиняюсь. Вот. Но это все-таки сочетание красоты, ума. И вот только в сочетании оно может дать, конечно, хорошие результаты. И вот это и есть истинная красота. Вот. И я такая говорю, слушайте, ну я кроме Оксаны Федоровой, вот никого не знаю, кто бы мог. Вот там остальных я не видела. Они говорят, ну вот, что тебе не нравится? Вот эталон, эталон. Да, то есть я такая говорю, ну ладно, хорошо. И как раз у нас так получается, что у нас с вами будет эфир. Ну и поэтому я и решила. Да, да, да. Ничего случайного в этой жизни не бывает. И действительно здорово, что так сложились обстоятельства. И вообще я хочу сказать, что это такой смелый определённый шаг, потому что когда я приняла участие в конкурсе, меня никто не поддержал. И тогда не было Инстаграма и социальных сетей, безусловно. Другие были представления, хоть и прошло, в принципе, с того момента, ну, уже порядка 20 лет, когда я принимала участие. Да, 20 лет назад я приняла первое участие в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». И да, потом уже годом позже «Мисс Россия», потом уже «Мисс Селена». И, конечно, меня никто не поддержал, хотя я училась тогда, я только поступила на втором курсе, я училась в университете МВД. И, конечно, когда ребята услышали, меня стали все отговаривать, «Ты что? Ты потеряешь профессию, работу и так далее». И как-то я сначала согласилась внутренне, а потом всё-таки настояла моя подруга, с которой я занималась в модельной школе, она говорит, «Да ты никому не говори». «Ничего страшного. Будешь принимать участие, ходить на занятия и на туры после учёбы?» Никто и не узнает. Но, конечно, мы такого результата не ожидали, что будет первое место. И надо сказать, что я только приехала тогда из Пскова. Мне действительно крайне тяжело принял Санкт-Петербург. Мне было очень некомфортно, никого не было. И всё приходилось жить, то в общежитии, то снимать квартиры, в общем, тяжело. И вот этот конкурс, он меня познакомил с городом. Он длился полгода. И мы ходили на разные экскурсии, мы встречались с интересными людьми, с журналистами, готовили, танцевали, пели, плясали, ходили на радио. То есть такая была интерактивная жизнь, помимо учёбы, где я 24 часа в сутки носила во время учёбы форму. И, безусловно, для меня это такой был, как глоток воздуха. Чуть-чуть, может быть, повернуть... Выти за грань. Да, выйти из зоны комфорта и в какую-то другую область. И, конечно, потом, когда я выиграла, объявили по местному телевидению, мне сразу вызвал директор. Хотя я училась на офицерском факультете, мы были далеко от основного курсантского. И мы с руководством практически не пересекались. А потом меня вызвал директор университета и начальник. Я думала, ну всё. Сейчас дадут трендов. Да, сейчас дадут по полной. А потом он сказал. Я, говорит, одного не понимаю, как можно учиться хорошо и ещё в каких-то конкурсах участвовать. Потому что учились мы шесть дней, у нас был только один выходной. Говорит, как ты всё успеваешь? И вот как-то так у нас завязалась дружба, тёплые, приятные отношения. Он был таким новатором. Он поддерживал всех наших студентов, кто принимал участие в каких-либо конкурсах. Там у нас и были чемпионки по единоборству и по иностранным языкам. Я вот в конкурсе красоты. То есть у нас много было интересных студентов и курсантов. И на офицерском факультете вообще жизнь была интересная. И, конечно, я ни разу не пожалела, что так вот приняла такое решение. Поэтому, Ирина, я уверена, что это будет какой-то интересный, такой необычный опыт. Тем более, что сейчас, наверное, вот тем более онлайн-истории, они доступны любой профессии. Сейчас как-то меньше предрассудков. Сейчас красота, она может проявляться по-разному. И не только нужно обладать какой-то сверхординарной внешностью. Нужно ещё и нести в эту жизнь что-то другое. Быть наполненной, интересной, мотивированной. И, конечно, сейчас наши реалии на внешности не заканчиваются. Вот сейчас этого крайне мало. И действительно нужно доказывать, что ты, кроме хорошей внешности, можешь что-то ещё. Правильно? Да, да, да. Вот я говорю, поэтому вот этот вот конкурс, который проводится, как Queen International Version, то есть это журнал Queen, который, вот они международные такие. Она говорит, типа, поедешь на международную? Я говорю, не-не-не-не-не, вы что, нет. Я думала, я вообще никуда не выйду даже, но думаю, ладно, чтобы от меня отстали. Я подала эту заявку. Тем более, это мы сделали вообще, вот, серьёзно, на спор. Мы сидели на MBA, то есть я учусь энергии на MBA, и тренеры говорят, вам нужно сейчас сделать что-то такое, что вы никогда не делали и так далее. У меня там тоже группа говорит, иди, подавай заявку на этот конкурс. Я такая говорю, да легко, взяла, подала, говорю, всё равно не пройду. Раз, раз, и всё, теперь в финале, теперь голосование идёт. То есть я такая сижу, думаю, о господи. Ну, там ребята пишут, что, наверное, ещё что-нибудь и выиграем. Ну, да, действительно, для меня очень сложно, потому что, вот, да, в своей профессии я успешна. А вот что-то другое, станцевать куда-нибудь, то есть на публике выступать, как тренер, как коуч, как адвокат, я могу. А что-то спеть, я думаю, у меня вообще медведь на ухо наступил, ещё потоптался там три раза. Поэтому для меня это очень сложно. Поэтому я там просила, говорю, девушка, вот там не выкладывайте мои эти песнопения, пожалуйста. Ну, вроде вылазили. Ну, нет, надо не стесняться. На самом деле, кто не пробует, тот не выиграет. Поэтому иногда нужно выйти и почувствовать себя, может быть, даже где-то неудобство, где-то дискомфорт, ничего страшного. Я уже давно перестала обращать внимание на, уж так сильно на оценочные суждения. Вот что комфортно, что подсказывает твоя душа, нужно брать и делать. Правильно? Да, да, да. Да, то есть, поэтому... Я говорю, вот то, что меня подкупило, вы мне сказали. Ну, говорит, Оксана, здесь водорова смогла. Я говорю, ну да. Нет, это был единственный аргумент, который вообще заставил меня туда пойти. Потому что много очень пишут, не всегда успеваешь. А здесь вот прям как-то это зацепило. Ну, посмотрим, чего это, до чего это дойдет. Люди пишут красивые очки, желают успеха на конкурсе. А вы там проголосуйте, проголосуйте. Да, кстати, друзья, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, заходите. Где можно голосовать, Ирина? Там у меня на странице есть отсылки в сторисах. Там очень много, там вот как раз Клинн Интернешнл Бёржин, вот этот официальный сайт. И у меня номер два. Номер два. Да, голосуйте за второй номер, так что нам нужны ваши голоса. Да. Да, о чем говорим? Мы говорим сейчас о конкурсе красоты. Квинн Интернешнл Бёржин, да? Да, Квинн Интернешнл Бёржин. Так, вот этот второй номер. За Ирину. Да, да, да. Поэтому и заодно мы сейчас... Ну и, конечно, Ирина, мне, безусловно, хотелось бы тебя тоже спросить, по каким вопросам... Я знаю, что ты основатель юридического агентства Legal World. По каким вопросам к тебе можно обратиться? Ну, у меня такая не совсем... Я не занимаюсь семейными делами, у меня такой довольно-таки жесткий бизнес. Я занимаюсь захватами, банкротствами, экономикой, все, что связано с экономическими преступлениями, все, что связано с налогами, с бизнесом, субсидиарная ответственность, да, 159, 199, 210 и так далее. То есть не беру изнасилования, не очень это люблю, по ним не работаю. Берем еще 109 иногда, то есть, ну, как вот мы были адвокатами с Клиффа, когда там бывает так, что пациенты после операции умирают, вот тоже здесь вот работали в этом направлении. А основное, это все, что связано с бизнесом, с коммерческой деятельностью, банкротством. В основном сейчас это банкротство, у нас же сейчас рейдерские захваты, они перешли в плоскость вправо. И у нас сейчас нет такого, как в книжке Павла Астахова, там чоп на чоп, и они тут бодаются. Это сейчас команда лоеров на команду лоеров, и там придумываются схемы по отжиманию бизнеса, поэтому... Да, серьезная тема. Скажи, пожалуйста, как удается быть трендсеттером в этой области? Все-таки это очень непросто, и действительно, почему именно такой выбор? Не знаю, я как-то всегда особо людей не очень любила, а с бумажками вот самое то. Поэтому и мне очень нравится разбирать сложные схемы, потому что простые дела, но не особо интересуют. А вот когда что-то сложное, ты думаешь, блин, классно, я смог, я смогла, я сделала, у меня получилось. То есть вот это вот оно дает все-таки силы делать что-то дальше, лучше и так далее. То есть я попробовала, думаю, а что нет? Надо попробовать. Я применяю, допустим, лондонское право в российском. То есть я делаю решения такие, когда я доказываю, в Верховном суде мы доказали о том, что в Российской Федерации нет такого понятия, как роскошное жилье. У нас вот когда, если вот банкротства идут, да, и должников банкротят, и у них, допустим, есть большая квартира, например, да, и кредиторы говорят, ну, это для вас роскошное жилье, там квартира, например, ну, не знаю, 300 метров, да. То есть они говорят, нет, это роскошное жилье, вам надо всем выдать по 18 квадратных метров на человека, а эту квартиру мы продадим, она у вас там в центре города, например, а мы вам дадим где-нибудь там в Бутово двухкомнатную малометражку, ну, и живите, ни в чем все не отказывайте. Нет, мы в Верховном суде доказали, что так нельзя, потому что я применила лондонское право, где для каждого уровень жизни – это свой. То есть, ну, грубо говоря, есть собственник бизнеса, и он всегда работал, зарабатывал, у него был один уровень жизни, а есть уровень жизни линейного работника, для которого, ну, у них очень большая градация идет между собой, и если вот этого руководителя, например, поставить в те условия линейного работника, то, в принципе, мы получим суицид, потому что, ну, для человека это будет все, это смерти подобно. И это нельзя, это запрещает, то есть закон о банкротстве запрещает, ну, как бы, доводить психологически человека до суицида, до каких-то там таких моментов, поэтому… и Верховный суд нас услышал. Он сказал, что действительно понятия такого нету, Совет Федерации не внес поправки в закон, и понятия роскошного жилья у нас нет. А необходимо ввести такое понятие, и это вопрос будущего, или это как-то не совсем к нам применимо, к российским? Ну, так как мы живем в самой замечательной стране, все остальные страны нам завидуют, да, то есть как бы тут, конечно, все будет зависеть от компании лоеров. Конечно, в идеале сделать бы какие-то градации, например, да, то есть если ты там топовый, топ-менеджмент, да, или, ну, то есть есть же вот градации, да, то есть по специальностям. Соответственно, если ты относишься к этой категории, у тебя там задекларированный доход такой-то, не знаю, бизнес такой-то и там такой-то, то ты относишься к этой категории. Тогда для этой категории можно сделать определенные рамки, что, допустим, для них минимум это такой-то, ну, это такой-то. Для обычного физического лица, которого идут банкротить за кредит, там, в 50 тысяч рублей он купил стиральную машину и не рассчитался, конечно, там другие градации. Но как у нас это будут делать, пока непонятно. И будут ли, пока СССР ничего не носил, потому что нам, когда на комитет выносят, мы делаем заключение, то есть я пока не видела. Ясно. Ну, действительно, со сложными вопросами ты сталкиваешься. Вот что помогает держать вот эту психологическую установку силу? Какими правилами ты пользуешься? Потому что некоторые со сложной ситуацией в своей жизни сталкиваются и всё, и опускают руки. Вот что тебе помогает идти вперёд, не сдаваться, и понимать, что вот так должно быть? Ну, во-первых, пробовать. Вот как вот вы сказали, да, то есть надо попробовать. Меня в это по голове не дадут, но не дадут. Ну, не получится, ну, значит, схему переделаю, да. То есть как бы мне просто интересно всё вот пробовать, да, и узнавать и так далее. А принципы? Один из принципов, он лёг у меня в основу слогана по компании. То есть не бывает нерешаемых задач, а бывают сложные решения. То есть как бы любой, почти любой вопрос можно решить. Вопрос только как? Можно быстро и не очень качественно, можно долго и качественно. То есть это уже вопрос зависит от клиента. А так интересно пробовать, интересно, когда ты сделаешь что-то такое, ты думаешь, yes, получилось, всё. Ну, то есть это вот уже как-то такая, сам себя похвалил и молодец, называется. Мы не выходим, вот мы не выходим, как вот многие, я видела, адвокаты или там юристы что-то выиграли и побежали по всем телеканалам. Ой, у нас тут вот это, мы вот это. То есть нет, у нас на наше заседание уже справа русами приходят. То есть они по фамилии видят и приходят уже в заседание уже сразу заранее, если когда у нас там выносятся решения и так далее. Таким образом, на фейсбуках, в пабликах комментируем. Скажи, а ты любишь рассказывать о своей деятельности, о своих победах в социальных сетях, как-то это анонсировать широко? Это необходимо делать для того, чтобы привлечь клиента? Или люди знают, сами придут? Вот какой принцип у тебя в работе? У меня за 11 лет работы в компании не было ни одной рекламы. Никогда никакой целенаправленной, не целенаправленной. Не было рекламы, это все сарафан. То есть вот это самая лучшая реклама. То есть репутация и имя, оно зарабатывается очень сложно, теряется очень быстро, но это самый основной и самый классный механизм продажи, привлечения клиентов. То есть ко мне люди в аэропорту подходят, в самолете подходят и говорят, мы вас знаем, возьмите нас, пожалуйста. У меня люди стоят, ну крупные компании, они ждут по 3-4 месяца в очереди, чтобы мы их взяли на обслуживание. Они говорят, мы вам больше заплатим. Я говорю, нет, поймите, здесь дело не в деньгах. Здесь дело в том, что если я вас сейчас возьму, у меня недостаточно будет ресурса, чтобы вам оказать качественную услугу. То есть я говорю, я не могу того клиента подставить, потому что у него сейчас тоже идут сложные дела, и вам некачественно сделать. Варианта два. Либо вы идете к другим адвокатам, юристам, как бы, либо вы ждете. Я могу посмотреть, могу дать некий люфт по времени, когда у вас совсем начнется караул-караул. К этому моменту я могу подготовить, высвободить силы для того, чтобы юристов, для того, чтобы они полностью погрузились в ваш проект. И люди соглашаются, люди ждут. Ждут. Потому что понимаешь, что будет качественная помощь. Я знаю, что ты провела недавно оффлайн семинар или тренинг. Тренинг, да. Да, что это было? Это был бесплатный тренинг, насколько я понимаю. Да. О чем ты говорила? Ну, вот как раз-таки тренинги я делаю на основе тех решений и тех знаний, которые я получаю. То есть я их трансформирую для юристов, потому что у нас тренингов для психологов, тарологов, я не знаю, кого угодно, их много. Для юристов особо ничего нет. То есть максимум какие-то конференции, но это не так заходит. Это заходит очень, ну, то есть уснуть можно. Сама сколько раз ходила на какие-то тренинги. Сидишь там, думаешь, господи, когда что-то это закончится? И смысла нет, да? Да, смысла нет. Информация не усваивается. А так как я учусь на MBA, я в Сколково училась и в Синергии. То есть я поняла, что, в принципе, американская система подачи информации, вот как в бизнес-школах это делают, она очень классно заходит. Когда ты на примерах, то есть все делаешь, и люди понимают, а что реально так можно было. И мы им делаем сложные задания, которые делают студенты MBA. Это приходили обычные предприниматели, юристы и прочие смежные профессии. И когда они это делали, это надо было видеть их лист. Это такая эмоция, которая вот, и они, неужели мы так можем? Неужели? И все, и дальше, и все. И они стартуют, и идут, это все реализовывают в свой бизнес, меняют что-то. И людям очень хорошо заходит. Второй раз у меня был такой тренинг. Первый раз в Сочи был, мы прилетели в Сочи, у меня была командировка. Думаю, дай-ка, ну а что нет? Сторис одну запилила, как это модно сейчас говорить. В чём городе, меня там никого не знает, 56 человек пришло. 56 человек просто вот. И они, когда все это прошли, все сделали, они говорят, а вы куда еще приедете? Мы за деньги хотим. Ну, мы всё делаем бесплатно, потому что, ну, не знаю, делиться опытом, в принципе, можно и нужно бесплатно, потому что это тебе даёт немножечко другое, это даёт энергию и даёт контакты, то есть которые, в принципе, более полезные, чем если, не знаю, собрать с них там со всех по 10 тысяч рублей, и, ну, и чё. А что тебе дают эти тренинги? Потому что не каждый адвокат решится на это, вот на проведение такого мастер-класса. Что это тебе даёт как личности? То есть ты понимаешь, что уже накопились определённые знания, в которых есть запрос со стороны юриста. Да, 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 мы делаем, ну, то есть так как я делаю уникальные решения, я эти решения просто перевожу в тренинг, то есть я даю задание, например, вы выходите в переговоры, у вас такая ситуация, вы взяли фотографию, защищённую авторским правом, уже напечатали много брошюр, у вас нет времени, потому что завтра у вас мероприятие, а у вас какая-нибудь там, не знаю, предвыборная кампания, вы руководитель избирательного штаба, всё, у вас завтра, вот вы выходите, вы не можете ничего сделать. Один доллар стоит одна фотография. Фотограф несговорчивый, вредный и так далее. То есть что делать? Ну, до этого мы им даём материал, и они обсуждают, и мы выходим на переговоры, то есть я тот самый фотограф вредный, которого мы даём психологический портрет, а вы тот самый представитель этого штаба. И мы предлагаем, и они предлагают решение вопросов, мы пробуем и так далее, и реально они убирают вот зашоренность, которая есть у людей, что, ага, вот если у тебя ты взял, ты должен заплатить, нет денег, иди банкротиться. А у нас такого задачи не стоит, банкротиться нельзя, то есть ты должен эти переговоры провести. И сначала им тяжело-тяжело-тяжело, они думают шаблонно-стандартно, я говорю, думаем нестандартно, вот всё, что... И всё, и люди начинают, и действительно придумывают классные идеи. А с авторским правом ты работаешь? Да, с авторским правом мы работаем. Сейчас у нас большой проект, связанный даже с интеллектуальным больше правом. Советские мультики, вот Кот Леопольд и Чебурашка, сейчас вот у нас, допустим, Чебурашку японцы отсудили. Теперь это японский персонаж. Вот буквально недавно было решение в Японии, да, то есть... А на каком основании? Был продан? Нет, он не был продан, там же была реорганизация, сначала творческое объединение «Экран», потом оно... Да, и там от творческого объединения «Экран», они там притаскивают какие-то бумажки. Ну, понятно, сейчас никого там не найдёшь, половина людей как бы уже не существует, половина не знаешь, где найти. Ну и всё, и вот этот вот японец на основании какого-то там... А была какая-то переписка у них была, переписка ещё заключалась в том, что там гражданин там Ямамото, рады мы вас видеть, что вы там к нам обратились, мы готовы с вами посотрудничать, ну вот в таком формате. Он на основании этих писем какое-то письмо туда приволок, говорит, что вот это документы, которые подтверждают, что я с ними дружу, я с ними работала, это вообще всё моё. И суды шли в Японию очень долго, и японский суд признал, что действительно Чебурашка теперь это персонаж принадлежит Японии. Поэтому вот... Интересно. Но и что им... Наши мультипликаторы не могут теперь его использовать или только на коммерческой основе, да? Я думаю, только на коммерческой основе. У нас же просто есть два судебных акта и два постановления, которые сами себе противоречат. Один говорит о том, что... Есть решение судов, где закрепляют за каждым автором авторство, а потом есть постановление Пленума, которое говорит, что нельзя, чтобы одному человеку принадлежало авторство на персонаж, оно должно принадлежать как бы коллективу. Коллективу объединения. Ну, то есть они вот эту дырку нашли там, ну и, собственно говоря, вот сделали. Поэтому здесь надо это всё устаканивать, упорядочить, и тогда уже, собственно говоря, выходить. Ну, потому что, ну как, ну, Чебурашка наш советский мультик. Конечно. А, Вер, здрасте, японский персонаж. Ага, молодец. Да, надо порядок наводить с авторским интеллектуальным правом, конечно, у нас в этом смысле. Поскольку я непосредственно связана тоже с работой в этой области, много очень пробелов. И, наверное, сейчас все понимают, что это дальше будет развиваться, и во многом сейчас более внимательно, ну, и подписываются всевозможные документы, согласия о предоставлении своей информации. То есть это сейчас действительно этому придается большое значение, потому что за рубежом в Америке, например, ты без бумажки не сможешь даже ничего использовать. Да. Так с ним музыку, не фото, не видя вообще ничего. У нас еще как-то вот... Но сейчас все более ужесточается и формализуется в этом смысле. Авторы более защищены становятся. Ну да, но до Америки нам, конечно, далеко. Ой, это далеко. Да, потому что я говорю, то есть там то, что вот у них есть, и то, что есть у нас, там понятно. А у нас, когда мне принесли документы по Чакуражке, ну, они уже проигрались, а потом пришли, я такая смотрю и думаю, а что так можно было? То есть там вообще такого налепили. А как он там оказался вообще? Это же Юрий Энтин, да, создал этот персонаж? Да, но там же потом... Вместе с Гарлатовым. Да, но только потом там у них... И точно так же с Леопольдом. Сейчас тоже судится насчет Леопольда. Сейчас мы вообще узнаем, кому Леопольд принадлежит. Он вообще может принадлежать теперь кому угодно. Потому что проиграл суд тот, кто его изначально рисовал, а потом часть отсудил Назару, который рисовал там какие-то части этого Леопольда. Это Гагаринский суд почему-то там в 2005 или 2008 году присудил ему авторство. Но дальше у нас создается постановление о том, что авторство может принадлежать только группе компаний. То есть вот есть Гагаринский суд, вот есть группа компаний. А как ты будешь доказывать, что... А кто был в этой группе компаний? Да, то есть как бы они сказали, а мы тут наследники там, кого-то, кто хвост рисовал, да? То есть мы и все. Ну вот по этой серии, вот по этому принципу Чебурашку отсудили. Да. Поэтому здесь надо... Да я вижу в переписке, конечно, ужас, люди. А что с Чебурашкой? Как так? Да, да, да. Потому что... Конечно, что такие персонажи, которые нам знакомы здесь. Наши советские с детства, мы на них все выросли. Оказывается, там. В общем, да, нехорошо. Слава Богу, что наши советские мультики и союзмультфильм вернули на родину, насколько я понимаю. Вот, и... Конечно, да. А, Ирина, скажи, пожалуйста, ты знакома с законодательством других стран? Ну вот так вот, с системой юридической, как устроено? Вот какая тебе, ну вот, юридическая сторона, юридические законы нравятся больше? Ну, нравится, наверное, неправильное слово, но где право направлено больше в защиту людей? То есть где люди больше защищены? Лондон. В Лондоне больше направлены. Америка, но мне не нравится прецедентность, потому что все-таки в каждом случае надо разбираться отдельно. А там Вася убил там Петю, ну все, берем вот тот прецедент и как бы по этому прецеденту работаем. В данной ситуации в России, конечно, есть больше поводов для вот, как это называется, масштабирования вот этого всего, да, и креативности. Здесь вот это вот очень, ну, очень хорошо. Хорошо, но плохо то, что каждый суслик агроном. У нас, ну, потому что вот все там за Конституцию что-то переживали, да, то есть как бы в нашей стране, как бы Конституция, ну, не совсем работает, потому что если в Лондоне, да, то есть там все, что закреплено, право собственности, там действительно никто никуда не может входить там для того, чтобы куда-то войти, они должны получить разрешение, да, да, и у нас в одном законе одно написано, во втором законе другое написано, в третьем законе третье написано, там неприкосновенные жилища, да, например, которые в Конституции. Ну, в законе о полиции и милиции у нас написано, что можно, если они считают, что там что-то там происходит. Да, что-то там происходит или есть подозрение, да. Есть подозрение, а ты как это будешь вот определять? Кто это определяет, подозрение? Вот этот следователь, ну, мало ли, может, тебе показалось, называется. А ты тут пришел, было Молдвей. Ну, тоже вот такое. Там, конечно же, с этим пожестче. Вот. И... А так, в принципе, вот, ну, вот лондонская, американская, ну, вот только вот эта немножечко не нравится. Израильская, так как у меня есть офис в Израиле, у меня в Тель-Авиве офис, тоже довольно-таки неплохое. Оно открытое. То есть ты можешь разговаривать, но тоже есть определенные рамки. В принципе, ну, там у них еще больше привязано к... Как это называется? У еврей ты, значит, ты вот так работаешь. Если ты не еврей, ну, и сорян называется. Поэтому вот у них такое. Своя определенная поправка. Своя, да. Потому что своя определенная поправка, поэтому здесь как бы... Я поняла. Ирина, как вообще работа была в кризис? Как ты ощутила влияние карантина? Работали вы в это время или нет? Онлайн? Расскажи, пожалуйста, об этом. Как пересекать? Или это работа, которая идет постоянно, независимо от ситуации? У нас работа идет постоянно, потому что следствие не закрывалось, прокуратура не закрывалась. То есть именно суды, как судебные... Да, конечно же, они были закрыты, и мы никуда не ходили, и мы сидели. Но, в принципе, и у меня был по этому поводу эфир, и там, как бы, много уже про это говорили, что кризис — это... Это ведь событие, ну, которое просто идет. А как к этому событию ты относишься, зависит исключительно только от тебя. Если ты к этому событию относишься, ой, кошмар, плохо, и так далее, ну, и будет плохо. А если ты к нему относишься с позитивной стороны, что это время, которое тебе высвободили для того, чтобы ты что-то сделал, для того, чтобы ты что-то изучил, что-то доделал, что-то новое попробовал. И когда ты вот это понимаешь, осознаешь, тогда тебе дают намного больше, чем ты имел до кризиса. Вот так же и я, так как высвободилось большое количество времени, я пошла осваивать весь этот инстаграм, потому что, ну, я такой, не сильно был продвинутый пользователь в этом плане, выложил там что-нибудь, ну, и нормально. Вот. И потом я понимаю, что, в принципе, да, то есть города... Это определенная работа, да, требующая время, осмысление... Да, да, да. Там, оказывается, столько штук всяких, ой, я когда это узнала, думаю, ничего себе. Вот. Да. Точно так же там какие-то вещи, думаю, интересно, надо запускать. Значит, у меня есть там большой опыт ведения там разных сложных дел. Для людей, когда я им это рассказываю, для них это, ну, китайская азбука, потому что они не понимают, как я сделала, допустим, такие вещи. Думаю, так, хорошо. Надо, значит, более простым языком дать попробовать, чтобы люди попробовали это, и они тогда не будут этого бояться. Потому что у нас, когда было дело, даже мои юристы говорили, так нельзя, мы не сможем выиграть. А я внутренне понимала, что сможем, и мы выиграли. То есть мы пересмотрели все решения, которые были в отрицательную пользу нашего клиента. Но мы их пересмотрели, и нам верховный суд все заселивали. Удивительно. Как строится твой график? Потому что я знаю, что перелеты, офис в Израиле, естественно, и практика, и там, и сям. Как твой день проходит? Я уже даже не планирую, потому что я пробовала, честно. Тайм-менеджмент не работает, да? Вообще ничего не работает. Потому что утро начинается, звонит какой-нибудь клиент, у него обыск. Ну как это? Никак. То есть Ира там, у нас там приехали, или там, у нас там что-то. Я говорю, ну сейчас приеду. Соответственно, весь твой график идет к коту под хлопот. Вот, поэтому я уже не планирую. То есть, ну понятно, есть судебные заседания, которые являются триггерами, а все остальное уже, вот как оно пойдет, так оно пойдет. Там встречи, если запланированы, там заранее особенно, да, то есть стараюсь вот под это все сделать, а так все остальное. Конечно, это, исходя из ситуации, уже четко определенного плана на день, на неделю. А как задолго ты планируешь? Ну вот назначаешь встречу, например? График на неделю или уже определенный есть на месяц какое-то понимание движения твоего? Или все-таки это более такие... Ну, смотрите, основное, основное судебное заседание, да, они планируются на месяц, потому что, а дальше они добиваются с учетом вот текущего дела, его могут отложить, там, перерыв и так далее. А так, с учетом европейских судов, у меня график планируется за полгода. То есть, у меня полгода выстраивают, ну, то есть, вот эти вот мероприятия, которые нужны. А дальше какие-то встречи, соответственно, если человеку очень сильно надо, и я понимаю, что действительно это у него проблема, я в любом случае найду время, я приеду вечером, то есть, там, могу поговорить по телефону. То есть, я на самом деле сейчас сплю по 4 часа в день. И хватает? Уже да, уже да, раньше нет, сейчас уже привыкла, 4 часа. И, опять же, ведь нет ничего невозможного. Наш организм, наше тело, оно настолько адаптируется хорошо, это у нас в мозгу кажется, что нам надо спать потом по 20 часов в день, там, есть что-то. Не надо. То есть, я так работаю в таком графике 8 лет. Ну, все, вроде жива, здорова. И, в принципе, и энергия есть, и есть силы, и, ну, то есть, вы нормальные. Я вечером, там, я детей спать уложила, все, меня никто не дергает, потому что, там, с этим Инстаграмом пока разберешься, пока что-то нужно умное написать, пока там, а дети же, я еще постоянно что-нибудь с ним надо, вот, и не получается. Все, все легли спать, я ночью спокойно пишу. То есть, это мое время. А сколько у тебя детей? Двое. Мальчик и девочка? Нет, две девочки, 10 лет и 8 лет. 10 лет и 8. Ну, достаточно еще маленькие, поэтому требуют внимания, и тебе хватает сил. Не знаю, а как же говорят, что девушка должна спать 8-9 часов, чтобы быть спать. может быть, какая-нибудь другая девушка должна спать, 8-10 часов. Расскажи рецепт, расскажи рецепт, как сделать так, чтобы меньше уходило времени на сон и больше ты смог уместить дел в свои 24 часа. Это все в голове, ну, то есть, это все... То есть, какую установку ты себе даешь, так и работает твой компьютер, который запускает все процессы мыслительные. Программирование, ну, то есть, мы же все понимаем, что мысли материальны, ну, то есть, это уже доказано, в принципе. Если, ну, ты себя программируешь, что да, действительно, вот так можно. Понятно, что нельзя сразу так делать, иначе, конечно, это твой организм скажет, ты что, вообще нормальная. Вот. Потихонечку, постепенно, да, ты увеличиваешь, увеличиваешь, и нормально. То есть, я прихожу с работы, например, с детьми, потом и поиграю, и что-то еще. Детям качественного нужно 15 минут в день общения, психологи все говорят, но только именно вот не так, что ты там с телефоном сидишь, что-то там делаешь, а им там, да-да-да, то есть, прям погружаешься с ними, а им больше-то не надо, они тебе приходят, что-то рассказали, показали, и все, они пошли своими делами заниматься. Возьми тоже, да? Двое? Да, у меня двое, мальчик и девочка, тоже такого же возраста, чуть помимо, поплачу, 8 и 7 лет. Вот, у меня первые 5 лет после рождения Лизы, у меня было, мне казалось, что я сплю даже, когда я работаю, то есть, у меня 5 лет был сплошной сон, то есть, стоя, 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 я вроде в процессе, читаю какую-то тему, текст или что-то съемки, но я сплю, я внутри сплю, я не могла выспаться, вот это ощущение, и спустя 5 лет, вот как-то стал мой компьютер восстанавливаться, перезагружаться, а с мальчиком было наоборот, очень было много сил, вплоть до последнего дня родов, и после, такой большой заряд энергии, и я буквально летала, а вот с девочкой было чуть-чуть по-другому, вот, поэтому я и то понимаю, когда действительно спишь мало, и я их уложу, и все мое время после 12, это мое, я могу подумать, я могу что-то посмотреть, почитать, найти какие-то ответы, что-то записать, свои мысли, потому что все самые интересные мысли, они рождаются, вот, ночью, на грани, когда у тебя чуть-чуть меняется сознание, и идут вот идеи, образы, вот такое, вдохновение, же муза зачастую тоже ночью приходит, когда ты вроде бы еще... днем стиль, да, 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 ну, может быть, если бы мы жили где-нибудь на берегу моря, нам никуда не нужно было бы, конечно, можно было весь день получать информацию, а так, конечно, когда ты уже понял, что ты все сделал, и вот, начинают интересные... А зачастую бывает, я ночью просыпаюсь от того, что мне какая-то мысль пришла в голову, и нужно ее записать. Потом я утром читаю, это бред, ну, то есть с точки зрения здравого смысла, а потом, когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что вот она, every guy. Да, 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 вот так. Да, это, конечно, вот, определенные вот такие моменты, ну, их даже сложно как-то объяснить, а скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь, когда ты отдыхаешь, вообще отпуск у тебя есть, и что ты делаешь на отдыхе, когда ты свободна, вообще такое бывает, что ты свободный отдел от всех звонков клиентов, все дела переделаны, все суды выиграны, вот, бывает ли отдых такой вот полноценный? Ну, я, опять же, научилась отдыхать, ну, как бы под свой организм, прям вот так вот, как люди планируют там, что вот мы на две недели поедем туда или сюда, не, у меня, я могу планировать только новогодние праздники, когда ничего не работает, вот там с первого по девятое, то есть обычно мы всегда там улетаем куда-нибудь, в Тубай или еще что-то, где потеплее, вот, а так, так как я работаю по миру, то есть у меня много очень, ну, сейчас как бы нет, ну, а до этого у меня очень много командировок и в Европу, и там везде, и там в Израиле тот же самый, и там в Сурихе, куда угодно, я просто беру себе вот один день там или два дня, то есть один день до, один день, то есть вот и в эти дни я могу там что-то посмотреть, сходить и как-то вот отдохнуть, то есть вот я это комбинирую, а так, такого, что я там, не знаю, в середине там июня поеду куда-нибудь, нет, такого не бывает, только вот куда-то таким образом. Скажи, какие бьюти-ритуалы ты себе, ты любишь? Вообще, часто ухаживаешь за тобой, за собой вот, ну, у каждого они свои, вот кто-то любит массаж, кто-то любит там ванну набрать, или прогуляться по лесу, вот что такое, что тебя гармонизирует, восстанавливает, что-то для себя лично? Музыка, музыка, есть, да, то есть фортепианная музыка, то есть она меня успокаивает, как-то вот классическая музыка, то есть она, вот если прям вот, вот я пробовала, если прям совсем вот накрыла, какой-то прям, говорит, Вивальди, все, то есть вот это вот как-то оно, вот все, и становится легче, например, и по поводу бьюти-ритуалов, да, как получается, когда есть время, или когда там уже косметолог, там, там, мы тебя видели, как обычно у меня все происходит, там, видят прямые эфиры, там стилист говорит, Ира, надо краситься, пора уже, это как бы некрасиво, я говорю, поняла, сейчас найдем время, там что-то, раз, тоже там, по маникюр, они говорят, так, мы тебя видели, так, срочно, надо переделывать, приходи, потому что никак, точно так же, там, допустим, сейчас начала пользоваться услугой личного стилиста, раньше вообще не понимала, что это, и сейчас вот начала это пользоваться, ну, там, Саша Ванюшина, если она меня смотрит, пусть она меня простит, как, я это с вещами, нет, не отдам, она мне нравится, она говорит, нет, нельзя, ну, наверное, да, до этого надо дорасти, да, внутренне надо дорасти, до каких-то вещей я уже доросла, до каких-то еще нет, но в любом случае жизнь меняется, когда взгляд со стороны дает, ну, какие-то рекомендации, более, что ли, обрабатывает, структурирует твой образ, мне кажется, это как таковой профессии мы, наверное, не воспринимаем, но сейчас становится все более и более актуально, потому что стилист, как я говорю, убирает все лишнее, он как скульптор, вот это лишнее оставляет только вот то, что необходимо, вот, чтобы выглядеть гармонично и быть более понятным окружающим, чтобы наша внутренняя составляющая транслировалась окружению так, как нам нужно, вот, наверное, это самая главная задача. А я у вас еще хотела спросить, вы же фонд, у вас есть фонд, очень замечательная идея, как вы к этому, как вот вам это пришло, и что он вам дает, вот, внутренняя. фонд, в прошлом году мы отметили десятилетие, фонд образовался мой из жизни, так скажем, но поскольку каждая победительница конкурса красоты, она так или иначе прикасается с благотворительной деятельностью, началась она после победы в конкурсе в Санкт-Петербург, Мисс Россия продолжилась уже, ну, в более серьезном уровне, после победы в конкурсе Мисс Вселенная. Мы, я была и в странах Африки, Азии, и в Европе, в Канаде, в Америке, в хосписах, больницах, детских домах, то есть в каждом направлении, куда мы прилетали, сначала была партнером доброй воли ЮНИСЕФ, ООН, а потом уже послом, и в течение нескольких лет мы ездили с благотворительными миссиями. И накопился такой вот опыт, я поняла, что в душе это отзывается, вот такая деятельность благотворительная, потому что не каждый человек может с этим работать, поскольку бизнес, это там нужен один порядок внутренней организации иметь, допустим, государственная служба, это совсем другое мышление, благотворительность, это третья история, и я поняла, что мне нравится, и у меня это получается, и как-то это выглядит очень естественно, вот, и мне стали приходить письма с просьбой о помощи, вот, приехать там провести, сначала мы с программой «Спокой ночи, малыши» ездили несколько лет по больницам в рамках программы «Мир без лёд». Деткам, да, показывали? Да, мы приезжали, делали мини-спектакли, и плюс компания, которая… Это же очень сложно, вот прям, как вы не плачете, я не могу. Прикасаешься, да, это непросто, но когда приходит понимание, ну, более глобально, что ли, начинаешь мыслить, ты понимаешь, что так должно быть, жизнь, она устроена, вот эти дети, которых ты видишь, или какие-то серьёзные случаи, они тебя учат, они учат людей, почему это есть в жизни, быть терпимее друг к другу, быть более сострадательными, потому что если бы у всех было всё хорошо, ну, мир бы завтра перестал существовать, как бы мы научились любви. И, видимо, вот это попускает, наверное, Всевышний таким вот ситуациям для нашего научения, для того, чтобы мы воспитали в себе вот эти чувства, или которые, в принципе, в нас заложены от природы. И так или иначе, человек – это же социальное существо, и мы без друг, без друга жить вообще не можем. И сколько бы мы ни уходили в онлайн, в какие-то сети, структуры, нам всё равно живое общение между людьми ничего не заменит, всё равно это отнять невозможно. Поэтому, наверное, вот мы существа социальные, и нам необходимо приносить пользу людям. Кто-то это делает посредством своей деятельности, в принципе, адвокатура – это тоже фактически помощь людям. И вот таким вот образом реализуется наша потребность быть нужными и быть полезными. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то занимается бизнесом, но участвует в каких-то адресных помощях и программах. В любом случае, когда приходит такой момент, когда ты понимаешь, что постоянно в себя и для себя это интересно в какой-то момент и неправильно. И хочется сделать что-то такое, от чего это же… Я говорю, что благотворительность – это не помощь, не только помощь другому, а ещё помощь своей душе. Да, ты начинаешь чувствовать себя намного гармоничнее. Если тебе плохо, иди помоги. Хорошо, поэтому вот как-то так. И за это время у нас долго формировались программы. Сначала я сделала это как культурно-просветительский фонд и работала с патриотическими программами в области культуры для детей. А потом уже в наш фонд вошла программа адресной помощи. Мы помогаем деткам с ДЦП и инвалидам-колясочникам. Сейчас, конечно, сложное время у благотворительных фондов. И сколько мне приходит сейчас заявок с просьбой о помощи, никогда такого не приходило. Столько сообщений не приходило. Видимо, фонды, пополнения нет, массовые мероприятия невозможно провести, билеты не продать, аукционы не провести, какие-то благотворительные ужины тоже. И, соответственно, фондрайзинговая история тоже страдает в настоящее время. Но я надеюсь, что за время пандемии мы сделали несколько онлайн-проектов, которые запустили ещё до этого. Наш проект «Маленькие герои большой войны». Мы записали аудиокнигу. В которой приняли участие много актёров, общественных деятелей, спортсменов. Такая получилась хорошая история. И сейчас также работаем над книгой «Женщина-кавалера Ордена Славы». У нас этот год 75-летие Победы. И вот так вот мы тоже решили принять в этом участие. Вот как-то так. У нас есть несколько программ. Это адресная помощь, я сказала, «Культура и просвещение». Вот наш проект «Маленькие герои». И наш лагерь «Благовест православный». И у нас есть потрясающая программа, фестиваль «Я стала другой», которую мы реализуем на Гранд-Мэра в этом году. И вот это фестиваль для женщин, которые остались один на один со своими детьми, со своими проблемами, которые не знают, как себя применить, куда пойти работать, вообще как выбраться из этой вот ситуации. И вот я хотела тебя спросить в конце нашего эфира, что бы ты посоветовала женщинам, которые, ну, которых опустились руки, может быть, муж ушёл, они остались один-один со своими детьми, с проблемами. Вот как сделать, как им вот повернуть свою жизнь в другой ракурс? Вот где найти вот эту точку отсчёта для мотивации? Что нужно делать? Как запустить компьютер? Что ты можешь, ты всё можешь, ты можешь это сама, и всё станет складываться, потому что они уже привыкли, что им государство помогает, и вот уже не хочется ничего делать самим. Это нужно дойти до этого самостоятельно, потому что какие бы вы там им не делали программы, какие бы вы там ни делали всего, если люди привыкли к такой потребительской системе, что тебе кто-то что-то должен дать, тогда ничего не поможет. Когда ты в голове у себя переключишь вот этот вот, что тебе никто ничего не должен, и ты можешь помочь тебе только сам, тогда ты понимаешь, что надо пробовать, надо идти общаться с кем-то, да, то есть как бы, естественно, общение живое, оно очень много даёт. И когда, ну я сейчас вот у нас нет такого, что там кто-то, ты обратишься к кому-то, и тебя там нафиг пошлёт, да, то есть как бы нет. В принципе, сейчас все люди открыты, и можно с ними поговорить. И когда ты понимаешь, что да, и ты хочешь добиться вот этого, так тебе дадут. У нас вселенная, она как бы не способствует того, чтобы тебя там придавить. Наоборот, если ты хочешь, тебе дадут. И не будет такого. И тебе помогут, найдутся люди, которые будут тебе бесплатно давать помощь, консультации, и тебя там помогать, продвигать, да. И точно так же, что у тебя дети и так далее, ты никому не нужны, абсолютно нет. Это наоборот плюс твой. Это дети, это твоя опора. Ты должен, ну как бы, показать своим детям, что твоя мама, она может, она справится, она преодолеет. А, конечно, если сидеть и говорить, вот мне всё плохо, государство мне ничего не дало, там денег у меня нет и того у меня нету. А как тебе дать-то, если ты сидишь и ничего не делаешь? Ну так надо что-то делать. Понятно, там в регионах разная ситуация. Ну, нужно с чего-то начинать, хотя бы с небольшого. И вот подлежащий камень у нас вода не течёт. Это как бы известное правило. Поэтому здесь абсолютно... Я надеюсь, что мы сделаем этот фестиваль, пригласим мотиваторов, людей, которые действительно помогут зарядить наших женщин, и чтобы они сказали, да, вот сейчас... Я могу их вам пройти, то есть у нас программа мини-МБА, то есть то, что стоит, то, что я училась, это стоит там под 200 тысяч долларов, ну, то есть я это даю людям бесплатно, адаптирую, и они проходят почти те, что я не понимаю, да, это проходят студенты МБА, проходят самые топовые руководители, и они, да, то есть они тогда понимают, что они тоже, ну, как бы на уровне, они тоже могут, когда они видят свои результаты, что они тоже это могут, вот у них меняется, у них меняется сознание, у них меняется всё, и они идут и делают, вот так оно очень круто получается тогда, потому что, ну, вот я тоже, кто бы знал, я с маленького города из Вишкарлы, да, то есть кто бы знал, что я войду там в 20-м году в 100 успешных женщин в России, ну, то есть скажи мне там 10 лет назад, я бы сказала, что... Да нет. За не, за не про меня, да, да, да. А вот так вот. Да, действительно, когда самое главное поставить правильно перед собой цель и двигаться каждый день по чуть-чуть к её достижению. Ирина, ты знаешь, час пролетел просто как на одном дыхании. Я вообще даже, даже не только включила прямой эфир и уже вот заканчивать. Действительно, так было интересно, познавательно. Спасибо. И я тебе желаю успехов. Вот тут люди пишут разное, но многие написали, что уже проголосовали, подписались. Спасибо вам огромное. То есть если мы выиграем и устроим супер-вечеринку. Ирина, спасибо тебе большое за этот эфир, тебе успехов и, конечно, всего самого наилучшего. Спасибо вам большое, Оксана. Я так рада, что вы с вами пришли в эфир. Спасибо вам огромное. Очень рада знакомству. До скорой встречи. Все, пока-пока. Спасибо. Пока. Пока. Пока.